Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика Кота тоже, да Потери российско-фашистских войск в Украине Но сначала давайте разберемся Где, что и как было Не секрет, что в Луганской области В меньшей степени В Донецкой, ну под Авдеевкой Что значит в меньшей степени И под Авдеевкой тоже Рашисты перешли к местным штурмам И пытаются что-то там Навязать нашим Ну что можно сказать Давайте сначала по Луганской В принципе по Авдеевкой Картина абсолютно такая же Рашисты Посылают в бой Довольно большое количество пехоты Надо сказать, что уже Несколько меньше, чем это было Вот дня три назад Когда они просто послали на убой Огромное количество лишнего состава И этот лишний состав Добился как раз того, что Ну, как вам сказать Есть нужда в черных пакетах В огромном количестве Я вам уже давал потери за вчера За позавчера, два дня назад Соответственно, вы все прекрасно знаете Что каждый день потери Плюс-минус тысяча Рашистов вооруженных Которые пришли убивать женщин и детей На территории Украины Да, так вот Так оно где-то и продолжается Единственное, что с меньшей интенсивностью Потому что у рашистов Проблемы с мотивацией И количеством лишнего состава Дело в том, что те, кто сидит Скажем так, во втором ряду И ждет своей очереди И идти на забой Они же прекрасно видят, что произошло С теми, которые пошли до них И начинают роптать Потому что они пришли сюда Украсть телевизор Украсть стиральную машинку Украсть собачью будку Выушные женские трусы И самое главное Не возвращаться домой без унитаза Такой наказ, да, получили из дому Чтобы привезли Все в дом, да, все в дом Увидел, где женщину убитую Снял с нее сапоги Повез, отправил своей женке Куда-то в Магадан Да, вот так Чтобы все было, как говорится Все в дом нести, да А тут оказывается, что Ни тебе Ни тебе женских сапог Ни собачьей будки Ни даже унитаза Ничего Только терриконы какие-то И пули летят со всех сторон Со снарядами И, как говорится У расистов пропадает энтузиазм Энтузиазма больше нет Да Они начинают роптать Мол, не хотим дохнуть Но их все равно Под пули гонят, как скот И они бегут С автоматами С своими Трахтоматами Наперевес Касается и Авдеевки И Луганской области Ну, какие-то Какого-то продвижения Сегодня за ночь У них не было А вот Звездюлей Украина получали очень хороших И за прошедшие сутки Уничтожено 880 путинских боевиков Таким образом мы видим Что потери опять близки к тысяче И общее количество путерастов Которые пришли с оружием Убивать женщин и детей в Украину Но у них что-то пошло не так 287 тысяч 770 Ну, вот как хотите Получили Распишитесь Да За вчерашний день Уничтожено 8 танков Видите Вот раньше Дня 3 назад Там было и по 30 Чуть не по 40 танков Они поперли Они реально Ребята Они думали Знаете Проломить Тупо Массой танков БМП БТРов Лишнего состава Попереть И смять оборону Ну и Как говорится Все кто перли Его там вот и оставили В том месте Где они перли Где их перло Прет до сих пор Да Вот А сейчас уже меньше Используют танки Лишнего состава У них много Они его гонят на убой Вот Ну в Запорожской области Встречные бои Наши С небольшим нашим преимуществом И нашим продвижением Да Так вот 8 танков за вчерашний день Всего 4948 С начала российско-фашистского Вторжения По бронированным машинам По броневикам 25 штук Это много За вчерашний день 9362 Ну они в основном Используют БМП Различных типов В основном старые Советские Это уже снято с хранения Ну Качество этих БМП Все мы знаем И продолжается Артиллерийский геноцид Рашистской армии Да Наши выбивают Их артиллерию Выбивают очень славно 33 пушки За вчерашний день Всего 6 866 Много 2 единицы РСЗВ Ракетных систем Залпового огня РСЗО Правильно Говорит По русски Если уже говоришь Всего 813 Сначала РСЗВ Вторжения Дальше Поехали Самолеты Вертолеты Предыдущее Значение Остались 317 316 Было Сбито Также 4 беспилотника 5269 По беспилотникам Я сегодня Я сегодня Выдавал информацию Оказывается Вот эти Ланцеты И форпосты И заставы Которые есть У Рашистов Ничто иное Как израильские Беспилотники Которые Израиль Передал России Украине Он передал Большую Дулю Когда его Просили А Россия Боюет его Беспилотниками В особенности Подчеркиваю Ланцеты Эта штука Которая Нанесла нам Огромный ущерб Это Израильский Беспилотник Hero Вот так Вот так Вот так Но нам Они не дали Ни Ни Патрончика Да Кто Кто кстати Не верит Сравнительное Сравнение Этих Беспилотников Трех видов Очень оригинальные Беспилотники И Тут даже Ни о чем Разговаривать Это очевидная вещь Посмотрите Я сейчас Ссылочку Прикреплю В описании К данному ролику Я еще В другом видео Это делал Можете посмотреть Как Израиль Помогает Украине Ладно Молчим Проехали Но На уст Намотали Дальше Автотехника 24 Грузовика И автоцистерны 9249 С начала Войны И Ну это Выбиваем у них Как говорится Автоцистерны Также завалили Там Мост И железнодорожное Полотно В Белитополе Дабы Неповадно Было Также 5 единиц Спецтехники Да 976 С начала Войны Ну понятное дело Выбиваем у них Всякие станции Слежения Командно-штабные И так далее Рэбы И все Вот это Вот Лабуду Таким образом Ребята Общая Давайте так Общая характеристика Какова Рашисты Пытаются Каким-то образом Переломить В свою Сторону Взять Инициативу Но это Было Абсолютно Ожидаемо Особенно Что касается Ситуации Маренко Авдеевка И Луганская Область Это было Абсолютно Ожидаемо Наше командование Это читало Уже давно Соответственно Единственное Чем может Удивить Россия Нас Это Количеством Лишнего Состава Который Они На убой Бросают Ну Попытались Получили Звездюлей Откатились Назад Ну Собственно Говоря Как-то Так Это все Выглядит Вот Ну А Запорожская Область И Вокруг Бахмута Продолжается Наше Продвижение С тяжелейшими Повторюсь Боями Потому что Рашисты Лишний Состав Абсолютно Не жалеют То есть Тупо На убой Ванька Должен Остаться В окопе Навсегда Вот Собственно Говоря Так Это все Выглядит Сэмбудо Украина